Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасия Романова и в начале выпуска коротко о главном. Самые безопасные и качественные дороги в Сибири в нашем регионе. Алтайский край вышел в лидеры по реализации федерального проекта. Общественный транспорт и его персонал в Наукограде не соответствуют требованиям, заявили активисты ОНФ. Что делают в Бийске для решения этой проблемы? Концерт под открытым небом. Уже через час в Барнауле отметят День славянской письменности и культуры. Смотрите прямое включение с репетиции. Барнаульская агломерация одна из лучших в Сибири по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом заявил полпредпрезидент России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Всего в проекте «Безопасные и качественные дороги» в Сибири участвуют 9 агломераций. Иркутская, Кемеровская, Красноярская, Новокузнецкая, Новосибирская, Омская, Томская и Улан-Уденская. Сергей Миняйло отметил столицу Алтайского края в списке регионов, которые в установленные сроки и с надлежащим качеством реализуют этот проект. Напомню, основные его цели – к 2025 году привести в нормативное состояние 85% дорожной сети. И вторая цель – сократить количество мест концентрации ДТП. Третья цель – повысить эффективность системы управления дорожным движением. Повысить эффективность управления дорожным движением поможет и строительство ливневых канализаций. В Бурнауле уже приступают к работам на нескольких участках. На одном из них присутствует мой коллега Вадим Слюз. Урифон с нами на связи. Вадим, расскажите, где появятся новые ливневки? Здравствуйте, Анастасия. Строительные работы будут проходить на улицах Гоголя, Ползунова и Пушкина в границах проспектов Ленина и Социалистического. Кроме работы по строительству ливневой канализации, также будут и другие работы по благоустройству. Планируется замостить брусчаткой тротуары, установить наружное освещение, скамьи и урны. Также здесь разобьют газоны и посадят деревья и кустарники различных видов. Всего на работы по благоустройству направлено около 100 миллионов рублей. Это средства из краевого и городского бюджетов. И стоит отметить, что, естественно, дороги затрудняют здесь движение. И ограничения коснутся лишь улицы Гоголя от дома номер 46А до проспекта Ленина. С 23 мая по 20 июня, а также здесь, на улице Пушкина, в районе концертного зала «Сибирь», дорогу перекроют с 23 мая по 30 июня. У меня на этом все. Анастасия, передаю вам слово. Спасибо, Вадим, а я продолжу выпуск. Остановки, общественный транспорт и его персонал в Наукограде не соответствуют современным требованиям, заявили активисты УНФ по результатам планового рейда. Однако ни администрация обииска, ни местные перевозчики с этим заявлением категорически не согласны, но готовы совершенствовать как обслуживание, так и сам автопарк. Как именно в Наукограде решают транспортные проблемы, узнает Полина Жданова. Владимир Гарин занимается частными пассажироперевозками больше 20 лет. За это время несколько раз обновил автопарк. Сейчас у него на балансе 8 пассажирских автобусов. Работают на городских маршрутах. Планировал запускать и пригород, но катастрофически не хватает профессиональных водителей, сетует предприниматель. Да и кондукторы в последнее время в дефиците. Отсюда и проблемы, которые зачастую отражаются и на пассажирах. Но кадровый голод не повод работать спустя рукава, считает Владимир. Обязательно водитель проходит медицинский осмотр, а транспортное средство проходит предрейсовый технический осмотр. После заезда транспорта в автопарк водитель также проходит медицинский осмотр. Злостных нарушителей правил безопасности, также конфликтных работников, увольняют без промедления. Но, к сожалению, не все пассажироперевозчики, а их в Бийске около 40, внимательно следят как за состоянием автопарка, так и за персоналом. Поэтому конфликты в автобусах не редкость. Муниципального транспорта в Наукограде давно нет, но все 223 автобуса принадлежат частникам, которые все равно плотно сотрудничают с администрацией. Та, в свою очередь, помогает в отслеживании и быстром устранении конфликтов. Практически на каждом автобусе у меня стоят видеокамеры. То есть, если произошел какой-то конфликт в автобусе, приглашаем, было такое, пригласили пассажира, пригласили персонального предпринимателя, включили камеру и посмотрели. Чтобы сделать поездку в автобусе еще более комфортной, в Наукограде ввели безналичную оплату проезда. Теперь достаточно приложить свою банковскую карту к терминалу кондуктора, если у нее есть такая функция, и получить билет. Эта практика уникальна для всей России. Бийск первопроходец. Осталось, говорят чиновники, самое сложное. Наладить этические нормы персонала, а также исключить нарушения ПДД водителями автобусов, особенно в час пик. Несмотря на все недочеты, которые выявили в ходе рейда специалисты ОНФ, наш опрос показал, многие бичайне в целом скорее довольны общественным транспортом города. В принципе, нравится так-то. Сейчас автобусы ходят очень хорошо и свободно. А оплачивать тоже удобно. Заходим, сразу оплачиваем. Ездят они плохо, тем более очень быстро они ездят, тем более 23-й. Ну а так, ну, расписание бывает, не нравится у номера 6. Я, например, довольна и водителем, и этим проводникам. Ну, у нас 55-й по улице ходит хорошо, нормально. Что касается остановок, на них, как оказалось, горожане не обращают внимания. Однако, именно к ним после рейда ОНФ у активистов появились претензии. Здесь, в черте города, не везде установлены павильоны, также нет расписания автобусов и отсутствует освещение. Как пояснили в администрации, муниципалитет ежегодно выделяет деньги на ремонт и обновление остановок. Поэтому нарушения в скором времени устранят. Также специалисты напоминают, если вам нахамили, необоснованно высадили из автобуса или вы заметили неадекватное поведение водителя, вы можете обратиться с жалобой в транспортную диспетчерскую города. Но при этом не стоит забывать, лучшее доказательство любого нарушения – это фото либо любительская видеосъемка. Полина Жданова, Сергей Балуев. Новости. А в Бурнауле нашли свое решение кадровой проблемы в этой сфере. Конкурсы профмастерства и денежное поощрение победителя. Сегодня как раз выбирают лучшего водителя троллейбуса. На конкурсной площадке сейчас находится Анна Алымова. Анна, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, коллеги. Мы находимся в троллейбусном депо. Сейчас здесь проходит конкурс водительского мастерства среди водителей троллейбусов. В нем принимают участие 18 конкурсантов из городов Барнаула и Рубцовска. Вместе с нами за конкурсом наблюдает Александр Владимирович Вознай, заместитель директора по безопасности движения МОГО «Электротранс» города Барнаула. Александр Владимирович, подскажите, пожалуйста, из каких этапов состоял конкурс? Данный конкурс состоит из двух этапов. Конкурс начался вчера, 23 мая. Первый этап – это проверка теоретических знаний. В нем включены культура обслуживания, приемка вагона, знания правил техники эксплуатации троллейбуса, охраны труда, ну и, конечно, правила дорожного движения. Сегодня второй этап, он самый сложный – это практическое вождение троллейбуса. В данном этапе включены 8 элементов – это линия старта, проезд канавы, заезд задним ходом в бокс, остановочная площадка, змейка, колодцы и финиш. Александр Владимирович, подскажите, пожалуйста, как эти конкурсы, как этот этап поможет участникам в будущем? Данный конкурс, основные задачи наши – это как раз повышение уровня профессионализма, водителей троллейбуса. Естественно, какая польза будет для водителя. Он занимался полгода перед тем, как выйти на данный конкурс. Поэтому то, что он повысил свои знания, как теоретические, так и практические, безусловно, помогут ему легче справляться со своими должностными обязанностями. Спасибо большое, Александр Владимирович. На этом у нас все. Коллеги, вам слово. Сегодня в России отмечают День славянской письменности и культуры. В городах страны проходят научные конференции, церковные службы, крестные ходы и концерты. Как этот день отмечают в Барнауле, готов рассказать Владислав Киренко. Он сейчас на одной из площадок праздника. Владислав, вам слово. Анастасия, добрый день. День славянской письменности отмечается сегодня в Барнауле сразу на нескольких площадках. И мы находимся на одной из них. Это храмовый комплекс Иоанна Богослова. Здесь пройдет концерт с участием симфонических оркестров, также народных коллективов, ну и детских и взрослых хоров. Сам концерт начается в два часа, но вот уже видно, что постепенно, меньше чем за час до начала, сюда стекаются зрители. Также посетит концерты глава региона Александр Карлин. Отмечу, место проведения концерта выбрано не случайно. Известно, что День славянской письменности отмечается также в День памяти и святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки, которые, несомненно, внесли большой вклад в развитие христианской культуры как на Руси, так и в других славянских странах. Ну и также сегодня в три часа в Госмузее истории и литературы будут обсуждать, дискутировать переводы одного из главных памятников древнерусской литературы, слово о полку Игореве. Ну и в 18.30 камерный оркестр города Барнаула выступит в концертном зале на Комсомольском 108-а со своим концертом. Ну а это у меня все, Анастасия, передаю вам слово в студию. Спасибо, а я перейду к другим темам. 150 квадратных метров на скальных надписей, оставленных туристами на горе Цирковка в Белокурихе, наконец стерли. Экологическую акцию провели участники проекта «Чистые скалы. Достояние Алтая». Самые популярные надписи – это так называемые геомаркеры, название населенных пунктов и дата посещения Цирковки. Название спортивных команд и, конечно, романтические надписи «Признание в любви». Кстати, средства для очистки скал оказалось подобрать не так-то просто. В основном специалисты используют механические очистители. Основная сложность – это то, что вот здесь мы столкнулись с новым для нас материалом. Здесь выходы скальные, которые – это гранитные выходы. И, соответственно, сейчас мы будем подбирать уже более другой инструмент, потому что те инструменты, которые мы использовали, и средства для очистки, они оказались здесь малоэффективны. Вот, скажем, для примера могу сказать, то есть у нас, например, на предыдущих участках скорость обработки была достаточно высока. Мы могли там в течение суток, например, 100 квадратных метров пройти. То есть здесь вот, например, за вчерашний день, ну, еще вот погода нас, к сожалению, ограничивает тоже нашу производительность. Ну, только вот около 5 метров квадратных, то есть было очищено. Отмечу, подобные акции экологи намерены проводить в Белокурихе ежегодно. Кстати, уже скоро, 4 и 5 июня, в городе-курорте начнет работу уникальный проект телеканала «Катунь-24» под названием «Открытые новости». Прямо в центре Белокурихе развернется наша мобильная телестудия, где мы будем рассказывать о самых актуальных новостях города-курорта. Ну, а жители и гости Белокурихе, в свою очередь, смогут увидеть, как работают ведущие, журналисты, редакторы, режиссеры и операторы нашего телеканала. Предлагайте свои темы для сюжетов, и, может быть, мы расскажем о них в нашем эфире. На этом пока все. Больше новостей на нашем сайте katun24.ru, также в наших группах в социальных сетях. До встречи в эфире.